Студенты-фармацевты из Ивано-Франковской области наладили производство специальных мазей, присыпок и кремов для украинских военных. Они изготавливают препараты в собственном учебно-практичном центре под наблюдением опытных педагогов. Что уходит на фронт и в больницы, расскажут наши журналисты. Взвешивают, смешивают, перетирают и расфасовывают. Вот так методично студенты-фармацевты Франковского медуниверситета вместе с преподавателями изготавливают лекарства для военных. Студент делает порошкообразную фазу, другой студент делает жидкую фазу, смесь глицерина, воды и действующих веществ. А я уже смешиваю все это и фасую готовую пасту Таймурова. Также добавляем сюда формальдегид, чтобы была жижа и обладала противогрибковыми свойствами. На передовой большой спрос на такие мази, рассказывают фармацевты. Чаще всего бойцы просят средства против грибка, опрелости и для заживления ран. В аптеках их быстро разбирают, поэтому возникла идея изготавливать лекарства самостоятельно. Мы сбились с ног, ища готовые средства в то время, как их просто не было. И решили, что имея помещение, имея кадровый состав, возможности и знания, и практические навыки, мы можем помочь заполнить эту нишу. Нашли старые рецепты и, получив одобрение врачей, принялись за производство на мазе университетского учебно-практического центра. Начали с пасты Таймурова и противогрибковых мазей. Сейчас ассортимент расширили уже до 8 препаратов. За этим столом наши студенты под руководством опытных преподавателей изготавливают два наименования противогрибковых средств, три вида присыпок и оживительный крем на основе облепихи ранозаживляющего действия. Начало лекарства производили только преподаватели, сейчас плечом к плечу с ними трудятся и студенты. Я же, по сути, ничем не занят. Я как раз выпускной курс. Я могу прийти и помочь, а для меня это опыт, возможность готовить лекарства в таких больших объемах. Потому что сейчас не в каждой аптеке найдешь такие объемы производства. Технологический процесс производства контролируют специалисты. Одна из них – Любовь Грицек с огромным опытом в этой сфере. 11 лет она собственноручно изготавливала лекарства в самой большой аптеке Львова. На первых этапах курируем студентов, то есть подсказываем, направляем, следим. Но по происшествии двух-трех дней студенты втягиваются и каждый уже отвечает за свое звено, за свои технологические операции. Это последний этап производства лекарств. Это готовые баночки. Мы на них наклеиваем этикетки со всей информацией для наших воинов, со сроками годности, составом. И также добавляем этикетки с благодарностями для них. Для производства используют только сертифицированные и натуральные составляющие. На сегодня ежедневно выпускают до 300 баночек. И отправили на фронт уже 4 партии. Парни очень благодарны. Для ребят необычно, что мы можем найти. Говорят, как так? Они родным заказывали. Эти лекарства невозможно нигде купить. Удовольствие, когда мы получаем обратную связь от наших дорогих военных. Они пересылают фотографии, где держат в руках наши средства. С приходом лета заказы от бойцов немного изменились. Просят у волонтеров-фармацевтов присыпки от повышенной потливости, средства от укусов насекомых и еще бальзам для губ. К производству этих препаратов студенты приступят в скором времени. Продолжение следует...